Осенние субботники в городе идут повсеместно. Все потому, что глава администрации города Александр Перескоков своим распоряжением продлил срок массовых уборок до 20 октября. Где прибираются кировчане, знает Екатерина Зубрева. Протяженность лыжной трассы, что была открыта два года назад, в микрорайоне Радужный, 4 километра. Юрий Субботин, директор спортивной школы Олимпийского резерва номер 8, периодически делает обход. Смотрит, нет ли поваленных деревьев. В этом году, во время субботников, сотрудники школы, за которой закреплена уборка трассы, обнаружили несколько аварийных растений. Задача специалистов – убрать их в ближайшее время. Ну, нынче вот мы убирали, наверное, деревья в 7-8 упали именно на трассу. Ну, все там, вот они все лежат вот на освещенной трассе. Все еще обходили, вроде там не было. Ну, еще обойдем, перед зимой-то не вопрос. Убирают деревья сейчас и на городском пляже. Там начались работы по его расширению. Увеличить пляжную территорию планируют на 10 тысяч квадратных метров, то есть в полтора раза. Контракт с подрядчиком был заключен 19 сентября. И до 10 октября рабочие должны расчистить берег от кустарников, дикорастущей поросли и выкорчевать пни. А в следующем году на пляж, возможно, завезут речной песок. То есть вот прямо до самого моста. И под мостом, да, тоже будет убираться? Нет, под мост мы заходить не будем. А вот с левой стороны, вот эта территория, мы уберем все кусты. Уборка продолжается и в городских парках и скверах. В эти выходные чиновники и активисты наводили чистоту здесь, в Александровском саду, а также в парке за филармонией. Согласно распоряжению, которое подписал глава администрации Кирова Александр Перескоков, субботники в городе продолжатся до 20 октября. Екатерина Зубарева, Антон Мамаев, Бюро новостей Дайвича.